Знаете, очень любопытные слова мы находим в Евангелии. Христос, когда нарисовал, кажется, страшную картину того, что будет перед концом мира, землетрясения, моры, глады, голод, войны – так? Страшные картины. Брат на брата восстанет, дети восстанут на родителей и убьют их. И это обязательно, кстати, будет. При современном воспитании детей, особенно если введут ювенальную юстицию, это будет всё! Это будет ужас! Ужас! Катастрофа полная! Так вот, когда Христос сказал обо всём этом, то дальше прозвучало нечто совершенно парадоксальное. Просто парадоксальное. человек, который первый раз бы читал Евангелие, он подпрыгнул бы. Вот так вот подпрыгнул и сказал, как? Христос сказал тогда, тогда, когда всё это услышите, возведите очи свои к небу и возрадуйтесь. Возрадуйтесь тогда, ибо это знак того, что моё пришествие скоро. Нам нечего бояться антихриста. Нам нужно ожидать Христа. А ожидать Христа может быть только на пути верности в малом. верности в малом. Тогда уже ничего не страшно. Тогда ничего не будет страшно, потому что мы верим в том, что Бог есть любовь, и всё, что совершается с нами, с нами, это есть самое лучшее для моего состояния. Вы слышите? Это самое лучшее для моего состояния. Нужны примеры? Ну, пожалуйста. Что-то у меня вскочило тут, мне прижгли. Ой, не надо же, больно. Ну, ничего, пройдёт. Прошло, ладно. Хорошо. Зуб заболел. Фрррр. Ох. Ну, ничего, пройдёт. Прошло, верно. Аппендикс воспалился. Да дайте мне боли утоляющие. Нельзя, операцию надо. Ух, сделали. Ой, хорошо. Сердце. Или, или. Операция на сердце. Вы гарантируете мне жизнь? Нет, 50 на 50. Делайте. Делайте. В зависимости от состояния нашего, любвеобильный врач делает нам или прижигание, или операцию, или курорт, или что-то другое. Так и всё то, что совершается с нами, надо это твёрдо знать и верить. Это есть самое лучшее и самое меньшее, что устраивается для нас, исходя из нашего состояния. Я вам приведу, хотите, приведу пример один исторический? Ну, это же примеры всегда интересны, правда же? Византия, цветущая империя. Ну, и там, как и в каждой любой империи, подчас бывали трагические истории какого рода? Переворот. И вот один из переворотов военных. Власть захватывает главнокомандующий. Жестокий человек. Именно жестокий. Это было в VI веке. Он так расправляется со всеми врагами, так жестоко расправился с императорской семьёй. Ну, представьте себе на глазах отца императора, раздетых до гола пять сыновей его, копьями загоняют в костёр. Один монах святой жизни, у которого просто сердце разорвалось от этих слухов, взмолился Богу. Всю ночь молился. Господи, за что нам такое? Наш же православный народ, православный народ, православная империя, православный царь-помазанник. О! Вот вам, пожалуйста. Так? Всего православного! За что, Господи, Ты послал нам такого изверга? Всю ночь молился. Вот сила! Попробуйте всю ночь помолиться. Со слезами. И под утро ему отчётливый голос, отчётливый голос. Искал худшего, но не нашёл. Состояние вас, православных, такое, что я искал худшего, но я прибавлю от себя, пока не нашёл. Антихрист будет закономерным следствием духовного состояния человечества, которое полностью погрузится в какую жизнь? похоть плоти, похоть отчей и гордость житейскую. Как о чём сказал Авва Дорофей преподобный, что это три этих дьявола, на которых строится мирская жизнь. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. в жутком духовном состоянии находится человечество. Соответствующее и, если хотите, соответствующая реакция на это состояние. Поэтому тот, кто постарается соблюсти свою жизнь христианскую, насколько это возможно, для того человека все эти вещи будут не предметом отчаяния, а предметом радостной надежды. Господи, значит, ты близко, как и есть там замечательные слова. Ей гряди, Господи! Ей гряди, Господи! Значит, вот, все свершается, вот-вот, все свершается. То есть будет... Христиане будут иметь эту потрясающую надежду и потрясающую радость внутренней жизни, чего не будут иметь люди, ничего не знающие о христианстве. Потому что будет отчаяние и мрак. Дай Бог, чтобы сохранили мы православие внутри себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова